Здравствуйте, меня зовут Евгений Юртаев. В этом видео рассмотрим набор инструментов под общим названием PowerToys. Разработчик этого комплекта Microsoft. Несмотря на большое количество хейта в адрес Microsoft, мне кажется в PowerToys многие найдут для себя полезное. Приложения PowerToys довольно древние. Первая версия стала доступна еще в Windows 95 и затем в XP. Разработчик вернулся к приложению в 2019 году в версии Windows 10. Сегодня комплект поддерживает работу в Windows 10 и Windows 11. В Windows 8.1 в списке поддерживаемых нет. Программа работает на 64-разрядных операционных системах. Сегодня это не слишком актуально, но на всякий случай давайте проверим разрядность операционной системы. Правый клик по кнопке Пуск. Выбираю Система. В характеристиках устройства видно, что здесь установлена 64-разрядная операционная система. Скачать PowerToys можно из магазина Microsoft, с сайта Microsoft, а также с его официальной страницы на GitHub. Я оставил в описании обе ссылки. Я скачаю на GitHub. Ссылка номер один. Открылась страница PowerToys. Это раздел последних релизов. Ссылки загрузок в самом низу. Первая ссылка на версию для ARM. А вторая, где в конце имени файла x64 то, что нужно. Файл скачался. Открываю загрузки. Запускаю установочный файл. Внимание! Запускаю его от имени администратора. Здесь видно разработчика Microsoft. В первом окошке принимаю лицензию. Нажимаю Install. Успешная установка. Можно закрывать окно. Появилось окно, где все утилиты в виде кнопок встроены в меню левой колонки. Как я уже сказал, разработчик рекомендует запускать утилиту от имени администратора. Если утилита установлена так, как я показал, то она и в дальнейшем будет запускаться от имени администратора. В результате программа будет запускаться при загрузке в Windows и работать постоянно. Предположим, пользователь что-то хочет расположить, например, часы или будильник, поверх других окон. Для этого он открывает часы. Да, наверное, будет более актуально здесь в качестве примера использовать калькулятор. Теперь в PowerToys выбираю утилиту поверх других окон. Здесь можно ничего не настраивать, просто запомнить комбинацию клавиш. Ctrl, Windows, E. Внимание! Нажимайте на свою комбинацию. На разных ПК и ноутбуках они могут отличаться. Теперь выделяю окно, которое будет наверху. Для этого просто кликаю по его заголовку. Нажимаю одновременно эту комбинацию. Теперь выбранное окно закреплено поверх других. На этом окне появилась обводка. Я открыл еще несколько окон. Выделенное окно осталось наверху. Сначала кажется, что слишком много движений. На самом деле, все это нужно делать только при первой настройке и запомнить наиболее часто используемые комбинации. Главное же меню нужно открывать только, чтобы изменить какие-то настройки или вспомнить что-то. Ниже в этом блоке настроек можно снять или настроить выделение по периметру. Другими словами, обводку. Включу другой оттенок. Можно выбрать дополнительный цвет. Изменить толщину обводки. Этим тумблером выключается и включается обводка. Для отключения режима поверх всех окон для данного окна можно снова выделить его и повторно нажать эту же комбинацию клавиш Ctrl в Windows E. Еще раз, если пользователь помнит сочетание клавиш, общее окно открывать не нужно. Достаточно выделить окно, которое нужно оставить сверху и нажать комбинацию. Обычно пользователь настраивает схему управления питанием под себя определенным образом. Время выключения подсветки экрана. Переход в спящий режим. После этого компьютер используется в этом режиме. Иногда нужно временно изменить параметры питания. Изменить можно, но нужно заходить в параметры, а потом возвращать все обратно. В PowerToys есть утильта Awake. Она позволяет быстро изменить указанные настройки и потом вернуть их обратно. Для чего это пригодится? Предположим, пользователь запустил какой-то важный длительный процесс и не хочет, чтобы компьютер при этом уснул. Первый тумблер должен быть включен. Ниже нажимаю на список режим. Здесь можно выбрать первый вариант, который ничего не изменяет. То есть настройки питания в этом режиме обычные и дефолтные. Второй вариант запрещает включение спящего режима до тех пор, пока пользователь сам его не включит обратно. С такой настройкой компьютер будет бодрствовать постоянно. Пока вы не выключите настройку, для этого нужно переключить список в первое положение. Третий вариант запрещает переход в спящий режим на то время, которое пользователь выберет сам. Например, я настрою 5 часов 25 минут. Если нужно, чтобы экран тоже при этом не газ, то этот тумблер должен быть включен. Теперь комп будет молотить напропалую, не засыпая, пока таймер отсчитывает время. Когда время закончится, компьютер автоматически перейдет в дефолтный режим питания с засыпанием и всем тем, что там еще настроено. Если в утилити нужно что-то настроить, можно открыть общее меню из трея. Правым подборщик позволяет определить и скопировать цвет любой точки экрана. В настройках можно только посмотреть, включена ли эта функция и запомнить сочетание клавиш. По умолчанию у меня это Windows Shift C. Остальные настройки трогать не будем. Теперь можно просто навести курсор на любую точку и нажать комбинацию. В Windows Shift C появится определенный текст. Цифры это формат Hex, который выбран здесь первым. Так как я включил отображение имени цвета, мы его также здесь видим. Не обращайте внимание на цвет. Монитур у меня не откалиброван. Кликаю левой клавишей. Открылась таблица с основным цветом и несколькими составляющими. Основной в центре. Его можно выбрать. Его коды также здесь есть в RGB и Hex форматах. Этими движками можно изменить цвет. Можно скопировать его в любом формате, нажав на эти кнопки. Взять новую пробу. Другими словами скопировать новый цвет. Можно нажав эту пипетку. Еще раз уточню. В этих строчках закодирован один и тот же цвет. Только в разных форматах. Для чего все это? Если вставить этот текст, например, в текстовый документ, вставится просто текст. Если пользователь занимается обработкой фото, видео, других документов, ему может понадобиться любой цвет, который есть у него на экране. Подобное приложение позволит быстро скопировать любой цвет в виде кода и вставить его, например, в документ Word или в редактор изображений. Приложение Fancy Zones расширяет возможности приблуды, добавленные в Windows 11. Я имею в виду Snap Layout. Пока ничего не настраиваю, просто запоминаю комбинацию. В Windows Shift Y. Как видно, у меня здесь используются клавиши с русской буквой. Если теперь нажать и удерживать Shift и начать перетаскивать какое-нибудь окно, то появляются вот такие зоны. Окно можно бросить на любую зону и оно полностью повторит размер и форму зоны. Вторая кнопка запуска редактора макета запускает вот такой редактор. Появился экран вот с такими макетами. Согласно этим шаблонам можно расположить открытые окна. Например, расположить окна друг друг за другом в виде столбцов, строк, сетки, сетки приоритетов. Это всего лишь заготовки. Нужно изменить их под себе. Если нажать карандашик у сетки, то здесь открываются большие возможности в списке число зон, которое можно увеличить. Если сделать четыре, то получится две горизонтальные и две вертикальные. Выбираю шесть. Получается сетка три на два. В превью видно, как это будет выглядеть живьем. Также можно изменить размер зазоров, увеличить или уменьшить. Тумблером можно отключить их, оставив простые линии. Также регулируется отступ слева и справа. Результат будет виден после сохранения. Нажимаю Сохранить. Шаблон готов. Он уже применен. Можно нажимать Shift и перетаскивать окна. Если нужен более сложный шаблон, можно снова запустить редактор. Нажимаю Создать макет. Присвою свое название. Это окно лучше сдвинуть. Здесь предлагается изменить параметры. Вертикальные границы просто перетаскиваются этими движками. Здесь видны номера зон и их размеры. Если нужно добавить горизонтальную границу, просто навожу на нужное место и кликаю. Создам еще парочку. Чтобы объединить две или более зон, кликаю по одной и удерживая левую клавишу нажатой, протаскиваю выделение по всем зонам, которые нужно объединить. Отпускаю. Появилась кнопка Объединить. Нажимаю на нее. Получилась нужная зона. Нажимаю Сохранить и применить. Это шаблон, созданный мной. Он выделен и соответственно применен. Можно закрыть приложение, открыть окна и нажав Shift опробовать. Как видите, Fancy Zones работает. Окна расставляются очень быстро и аккуратно. Кому-то приложение обязательно будет полезно. Я рассказал о четырех приложениях. Если тема зайдет и поддержка будет существенной. И продолжим. Подпишитесь на мои VIP каналы на Boosty и Patreon. Там вы будете смотреть видео раньше остальных. Кроме того, там есть эксклюзивные видео, которые я не выкладываю на YouTube. Видео добавляю регулярно. Подписка очень недорогая. По ссылке номер 0 в описании видео. Если не понравится, отписаться сможете в любой момент. Очень благодарен тем зрителям, которые уже подписаны на VIP каналы. Спасибо за то, что смотрите мои видео. Если видео было полезно, поставьте ваш мощный лайк. Возможно, видео будет полезно вашим друзьям, близким. Поделитесь с ними, пожалуйста. Подписывайтесь на канал, если еще не успели. Включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем зрителям желаю здоровья. Меня зовут Евгений Юртаев. Скоро увидимся.